всем привет сегодня будем рисовать копию моей работы шобот весны начнем построение с разметки снизу откладываем 4 пальца или ширину ладони здесь будут заканчиваться наши морды делаем засечку справа сверху будем откладывать две ладони ставим засечку здесь будет начинаться челюсть у жирафа мама на такой же высоте слева делаем засечку это начинается голова малыша точка касания мордочек будет смещена немножко вправо поэтому оси разделения головы вы рисуем правее голов и начинаем строить голову из больших форм это у нас будут треугольники слева немножко отступаем потому что у нас будет там шею малыша а у мамы делаем прям с краю голову шеи у нее практически не будет лбы рисуем почти вертикально и обращаю внимание на расстояние между лбами то есть на пятно само какой она по форме тогда будет проще перенести им на композицию точнее мне сделать шеи мы будем намечать без грива пока все детали будем прописывать уже чуть позже можно наметить где рожки лобик мордочки у нас будут кругленькие по размеру где-то два пальца у малыша и чуть больше у мамы и жирафа когда мы уже на месте большую форму можно немножко уточнить уже и форму головы и челюсти смотрим что мы будем рисовать не зацикливаясь на одной детали до прорисовывать все параллельно чуть-чуть потрогали глаз голову наметили верхняя часть лба до ушки форму головы потом переметнулись уже к малышу тоже там что-то поделали если мы будем зацикливаться на одной детали то могут быть ошибки просто все по чуть-чуть уточняем рожки наметили все детали внутри головы будут уже рисоваться относительно рожек поэтому наружки можно нарисовать вначале мордочку сначала мы сделали круглую до потом делаем ее более угловато глаз чуть наметим глаз будет прям под рожками на уровне где заканчивается носа глава малыша будет глаз у мамы тоже пока наметили мордочки у нас немножко угловатая нижняя челюсть похоже по форме на треугольничек а верхняя немножко нависает на подлиннее будет там губа будет немножко торчать чуть-чуть спинку лобик головы тоже рожки рожки сильно не намечаем пока общее движение и все лишнее стираем когда у нас более-менее наметилась голова лишние линии нам уже не нужны и то же самое делаем у малыша малыш немножко перекрывает голову мамы тоже такой чуть угловатый носик то есть сильно не округлить и ищите вот эти вот все переходы губа чуть побольше вот это же можно внутри все стирать дальше можно еще более детально все поработать наметите будет ухо глаз будет вот строго под рожками где-то посередине по форме он будет круглой чуть-чуть пол круг получается да так как у нас века немножко опущена и реснички чуть прикрывают и у мамы такой же форму будет зрачок зрачок у мамы рисуем чуть чуть меньше малыша будет такой покрупнее чтобы глаз смотрелось еще больше добрее чуть-чуть мне намечаем вокруг века еще такими точками мы сильно прорисовывать не будем таким намеком что глаз вообще круглый немножко низко мы наметили его сейчас поднимем прям вот на уровне где голова до малыша там будет глаз у мамы у нас мама чуть в ракурсе мы смотрим снизу на нее и глаз будет ближе крошку крошка так сейчас чуть фокус подправим мне немножко ввели уточнили ухо ухо у нас по форме но во первых она будет прям рядом с глазом между глазами и рожками по высоте и поближе крошкам рисуем по форме она напоминает капельку или листик и уши будут выше чем рожки достаточно крупные должны быть такую капельку и снизу такую палочку внутри можно особо деталь не рисовать можно прорисовать немножко уточним лобик вот уже по форме более похоже ну вторую часть у малыша в два раза короче рожки будут и тоже такие мохнатенькие в конце ухо ближе к шее прижата подальше от рожек чуть чуть движение иное и тоже по форме так такие же чуть чуть меньше просто чем у мамы и все лишнее вычищаем так дальше будем уже уточнять малыша ему чуть-чуть хочется побольше голову сделать пошире немножко узковато получилось челюстная часть и уточним уже детали там глаз у нас драчок побольше помню блики сразу намечаем чтобы их потом не закрасить и века ресничка нависающий такая попышнее и вот эти стрелочки небольшие которые раздают вот это вот движение что у нас глаз такой плоский на самом деле он круглый не забывайте полукруг у нас виден и веке чуть намечаем ушах не обязательно все делать это можно будет потом сразу красочкой чуть можно наметить и ноздри так дальше мы сейчас немножко ускоренная промоточка будет я заливаю фон только фон заливаем не залезая на наших зверушек и фактуру если вот у нас какая-то там грива да мы делаем сразу такую же пушистенькую такой силуэт получается если у вас заливается немножко не ровно это не страшно потому что поверх у нас будут рисоваться цветы это будет незаметно нам самое главное именно залить в темный свет все можно взять черный можно синий но это должен обязательно быть темный цвет чтобы тоненькие детали делать ставьте кисточку немножко перпендикулярнее к листу если вы будете бочком рисовать то и линия сама будет не очень ровно менее точно это у нас напоминает тушь черную но можно использовать и черную акварель или индиго такой черный синий обязательно лист нужно приклеить на скотч еще до начала рисунка можно можно после рисунка как вам удобнее чтобы у нас лес когда обугрился он все-таки после высыхания натягивался эти бугорки нам потом не мешали ну и проще будет потом оформлять работу маски делаем посмелее если вы будете очень медленно вести будет больше пятен но они нам не будут конечно мешать нового работам быстрее будет вестись если вы возьмете крупную кисть не маленькую тушь можно чуть-чуть с водой смешивать если хочется чтобы уж сильный концентрат туши не был иначе потом сложно ляжет но в принципе гуашь лежит тяжеловато будет отталкиваться теперь берем мы уже коричневую такая вот она по цвету и заливаем сначала можно начинать именно самых темных это у нас грива мордочки и лоб глазки можно оставить на потом когда уже все будет нарисовано их проработать по детальней чуть-чуть рожки если белые какие-то пробел останутся это тоже некритично когда рисуем вот эти вот ворсиночки мы не ворсом прорисовываем темным а фон у этого ворса ворс стараемся оставить белым и тогда у нас уже будет эффект вот это вот белой шерсти мы не используем гуашь дал это у нас просто тушью так залезаем ворс оставляем можете потренироваться сначала на отдельном листочки а потом нарисовать здесь если вам сложно либо можно порисовать подетальнее в карандаше сам рисунок если сложно сразу делать так потом мы делаем мордочки потемнее причем верхняя часть мордочки у нас немножко темнее чем нижние чем больше но если вы именно работаете тушью чем больше слоев тему более насыщенный получается цвет хотя в акварели почти то же самое с акварели у главное очень жидко не берите чтобы слишком много воды не было в этом как раз и плюс туши то что он уже концентрированный дает свет в акварели вы можете либо перри слишком много воды взять перебор будет либо наоборот слишком мало и неудобно будет рисовать когда рисуете пятна не нужно их рисовать потому что это усложнит работа будет слишком долго да пока вы рисунок сделаете потом это все будете аккуратно вводить это будет слишком аккуратно лучше произвольно их намечать причем форма тоже да она такая произвел произвольно не треугольнички не трапеция такая сначала с больших форм можно начать а потом уже маленькие детали причем маленькие они могут быть вообще такого чисто отпечаток кисточки а самое главное между расстояние между этими пятнами очень большое не оставлять больше всех белого у нас будет вокруг глаза и под челюстью и ушки до светлые тоже остается и все что идет краю то есть мордочка рожки ушки это все более мелкие у нас более мелкая точка идет где большие пространство там можно уже покрупнее рисовать эти прямоугольнички и опять таки у нас если один слой более светло идет если в несколько слоев потемнее лучше сначала сделать все в один слой а потом уже посмотрите потемнее нанести вот мама уже закончили почти чуть-чуть затемнение самый темный это именно вот получается ловик и мордочка малыша тоже будет словик самый темный и к носику дата внешняя полоса все что внутри будет чуть чуть светлее пятнышки рисуйте прям посмелее а не старайтесь делать именно там же где я сделал так главное принципу ловить а где помощнее не покрупнее где совсем маленькие и вперед не нужно делать прям вот идеально точную копию если коснуться пятнышки до друг друга случайно тоже не пытайтесь заставать быстрее белые белилы и закрасить их ничего страшного там особо никто не обратит внимание даже объединиться немножко само пятно вот принципе большие пятна мы уже закончили теперь делаем такой вот очень жиденький растворчик да и немножко затеняем это спинки ушки дальние до части где-то можно еще лобик носик чуть-чуть внешнюю сторону но внутреннюю вот это вот где нижней челюсть там вы старайтесь оставлять белая пусть будет контрастик небольшой чуть-чуть только тень такой пустить чтобы у нас очень вырезано не смотрелись да эти пятнышки вокруг глаз да тоже надо тени немножко навести и потом уже берем тоненькую кисточку и можно делать вырисовывать сами глазки глаза сначала тоже коричневатым делать да потом уже в конце черными детали чтобы лишний раз не ошибиться мы сначала именно коричневым все это сделаем внутри глаз будет такого чуть-чуть с охрочкой чисто коричневым не делаете такой посветлее пусть будет оранжевый и заливаете но сам зрачок уже можно не трогать его уже смело черным можно залить реснички чуть можно таким коричневатым слегка сделать но тоже посветление очень темно и под ресничками там радужка будет чуть-чуть темнее там будет падать тень от нее то же самое малыша ресничку вот я чуть затонировала чтобы слишком белая не было и обводка века чуть-чуть где-то тени цвет глазом более рыженький ну чтобы пожиже было можно убрать воды побольше чуть-чуть но слишком много не берите потому что сейчас мы сразу уже будем черным делать также темненьким можно сделать ноздри смыкание губ такие вот полосочки причем не одинаково не будут по толщине до чуть утолщение будет к краю и немножко можно сделать такого то ворсиночку где-то затемнить побольше вот как мы уже говорили вторым слоем до где нужно более яркое пятно сделать и чуть-чуть фактурку на мордочку это делаем именно на мордочке там вот ближе к шее уже не обязательно такой короткий штришочек если вы делаете акварелью делайте это тоже не очень темной красочкой темная вот эта вот тень должна лечь так вот мягко если я слишком ряд получается немножко растираете даже кисточкой сильно не зацикливайтесь да нам не нужно прям все пятно полностью перекрасить какие-то вот можно просто заливочками сделать штриховочки совсем легкие это мы получается больше делаем детали именно мордочки чтобы привлечь внимание именно к ней главным деталям главным элементом картины и чуть-чуть затенения в ушах гривы будет тоже потемнее прям все 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 нам не нужно заново заливать легкие акцентики и сейчас берем уже черную тушь черную красочку и сейчас прорисуем уже глазки сначала обводим блик что мы его не залили а потом уже заливается все остальное кисточку держим как можно перпендикулярнее чтобы у нас мазочек был точный не расширялся бок если мы положим ее более горизонтального полосочка будет такая вот линия след от кисточки будет уже такой немножко рваненький и не берите в этом случае кисточку очень широкую и аккуратненько заливаем это мы получается обводим сам глаз делаем темное веко немножко реснички подчеркиваем но не обводим реснички а просто сверху да и зрачок заливаем то же самое мы делаем у малыша здесь не спешите но если вдруг вы сделали какую-то ляп случайно тому пошла пошел разводик дайте этому всему просохнуть не надо долго выводить и потом чуть-чуть подкорректировать можно будет белой гуашью здесь следите прям за рисунком не нужно глаз как-то менять чуть-чуть можно почернить ушку именно в центре да там чуть ноздри линии смыканье но немного у нас не должны быть все эти пятна черным самый темный это именно глаз и если есть какое-то желание что-то вы видите что слишком белое пятно на нашей работе уже можно сделать это нервнее дальше мы сейчас будем делать фон вот эти вот веточки до прорисовываем но у нас так как темная бумага мы рисуем именно воздух не эти листья до по одной штучке а именно небо небо получается если сложно можно наметить это все сначала белой ручкой либо карандашом но карандашом будет плохо видно либо чуть-чуть кисточкой либо сразу можно рисовать нам здесь важно чтобы веточка вот эта черненькая она сохранилась то есть не надо заливать все белым и рисовать потом заново все черным эффект будет немножко не тот здесь я прелесть именно в том что мы рисуем фоном не сильно зацикливайтесь если у вас допустим листья какой-то не той формы получился слишком тоненький или где-то вы замазали веточку тоже ничего страшного нам нужно создать эффект то что таким силуэтиком на заднем плане у нас видны ветки кустики это белое нам нужно чтобы слегка освежить работу да иначе будет слишком темную и эту идею я не сама придумала это я увидела на работе боттичелли весна если присмотритесь тоже увидите такие вот красивые ажурные силуэты веточек мне очень понравилась эта идея ну эта работа в принципе рисовалась по вдохновению от его картина но мне очень нравится такая приятная вот и делаем такой кружева из веточек и листьев здесь самое главное нарисовать пару веточек да дальше уже делать эффект что там еще есть какие-то лепестки листья ветки либо просто уже пошли вот этими треугольничками какие-то внутри прорисовываем да но не сильно уже зацикливаемся на этих ветках я вот прорисовала там буквально три штучки а дальше уже идут просто силуэтики такие белые пятна и чисто намеки а что там еще есть листья и делаем только верхнюю часть дальше у нас уже будут цветы по всей этой черной части причем цветы тоже будут так не сильно прорисованы нам важен именно этот вот эффект контраста в принципе достаточно дальше мы уже берем гуашь тушь нам больше не нужно и гуаши начиная с синие сначала делаем такие вот грозди наподобие сирени до разные по величине пишем пока все одним цветом там ничего смешивать не нужно у нас работа такая декоративная если вам покажется что синий слишком темный темным пятном смотрится на черном помните что гуашь у нас светлеет это у нас еще все выявится и не нужно прям очень ярко все до делать у нас самые яркие пятна будут как раз таки из охры и белого нам не нужно перебивать цветами мордочки у наших жирафиков и так просто заполняем это у нас буквально отпечаток кисточки сначала идет заполняем все уголки всю черную бумагу который у нас осталось можно чуть-чуть там эффектики цветов сделать да это получается четыре или пять точек вокруг черного центра и можно тем же цветом немножко покидать цветочков на гриву или на шею нашим зверькам потом делаем немножко посветлее уже синий смешиваем с белым причем синего должно быть больше и уточняем делаем уже свет на этих цветах буквально там четырех или пятилистников тоже этим же цветом еще покидаем немножко но наших зверьков чтобы разбавить нам и как можно больше уже подетальнее можно это все делать на эти грудь и закинуть света побольше тоже меняется можно одним цветом сделать потом побольше белил еще сделать эти цветы и чем больше будет оттенков тем живее цветы получится у вас и еще раз напомню мы пока делаем буквально вот четыре или пять точек вокруг сердцем кому прорисовывать будем попозже когда уже все будет нарисовано и посмелее можно касаться друг дружки на чтобы они так сливались немножко в общее одно пятно можно сделать по отдельности можно даже немножко отодвинуться и кинуть в черное черный фон а соблюдайте размер главное размер должен быть примерно одинаковое это вот отпечаток до кисточки мы там не рисуем каждый лепесточек иначе там будет очень долго вы забросите эту работу вам не захочется его доделал ее доделывать устанете это буквально точки да вот 45 точек немножко получилось криво ничего страшного здесь размер главное побили немножко сделали теперь берем уже чистую охру и кисточку побольше покрупнее отпечаток этой кисточки вот этой вот крупненькой да у нас буквально кружочек такой идет тоже но такое побольше и раскидываем по всей работе и заметьте не в одной точке до сделали а потом дальше пошли а прям по всей работе так и раскидываем раскидываем где хочется поставить такой вот посветлее цветок уже его рисуем потом возвращаемся опять вот вниз немножко добавляем где там не хватает чуть по размерам можно поменьше сделать может быть достаточно теперь можно такой вот гибридик сделать по цвету охра забелелами дачу синего ну так чтобы разбавить эти цветы чтобы не одинаковые были но тоже не очень много и они не должны быть очень яркие потом берем уже белилами у нас есть такие вот белые цветочки тоже маленькие чем светлее цвет тем меньше лучше размер делать если мы белые делаем очень крупные это будет сильно сильно контрастировать с темным фоном и много на себя будет брать поэтому беленькие цветочки мы делаем совсем маленькие количество цветочков и их форму это вы уже можете сами там по придумывать свои цветы у каждого будет своя лужаечка по цвету тоже можно взять там не только синий квантифиолитоватый можно взять но охручку лучше брать в цветы чтобы у вас поддержались как-то жирафы но чуть форму видите на меня оставим прям по всей работе где прям хочется несколько цветочков берем цвет и вперед теперь намешиваем желтенький и рисуем точечками сердцевинки у наших синих цветов не постояли где-то сердцевинку тоже ничего страшного нам важно именно вот эту вот рябь показать наподобие незабудок цветочек и забудки также можно сердцевинку сделать у этих охрис тогда цветочков сделаем побелее и тоже буквально точечкой это все ну вот в принципе мы закончили не забывайте присылать свои работки будем смотреть обсуждать я буду их выкладывать в инстаграме вконтакте скотч отдирайте обязательно от работы до чтобы ее не порвали и когда мы заклеиваем скотчем вы видите у нас тут рамочка такая красивая получается ну все всем счастливо подписывайтесь